Между нами и Голливудом более 10 тысяч километров. Но тем не менее Голливуд сейчас везде. Он в телевизорах, в наших компьютерах, в книгах, в шкафах. И постепенно он переезжает даже в наши головы. И сейчас диктует нам не только моду на то, как выглядеть, но и моду на любовь, моду на отношения. Тема нашей сегодняшней передачи – «Любовь по-голливудски». И все то, что диктует нам моду, в том числе и на отношения. У нас в гостях пастор церкви Александр Мещеряков. Здравствуйте, Александр. Добрый день. И Маша, представитель молодёжи. Также о Маше мне известно то, что ты в своё время зачитывалась романами. Это правда? Что за романы? Расскажи подробнее. Ой, это были разные романы. В основном сначала смотрелся фильм, а потом читалась книжка. Ну это что-то было с уклоном. Например, «Унесённые ветром», «Скарлетт». Ну и всё такое непонятное. А началось всё с чего? Началось с того, что мы с мамой смотрели фильм вечером. Какой-то такой? «Унесённые ветром». Я тоже смотрела. Мне понравился. Мне он понравился очень сильно. Смотрела, потом неоднократно его смотрела. После этого уже так, думаю, надо прочитать книжку. Когда прочитала книжку, очень разочаровалась, расстроилась, что фильм не такой, как книжка. Оказалось, книжка лучше намного, чем фильм. Ну и вот, конечно же, некоторое преобразование было. А закончилось? Это вообще закончилось или продолжается? Слава богу, конечно, закончилось. Ну вот не с такой, не вот с таким захватом сейчас читаю такие романы. В основном больше нравится документальная литература. Так, я поняла. А каким-то образом на твоё мировоззрение в сторону интимных отношений, любовных? Повлияли эти романы? Конечно, повлияли. Так, расскажи. Идёшь по улице, мысли все вот в этих романах. Ты идёшь, просто летаешь, никого не видишь, никого не слышишь. Люди к тебе обращаются, а ты не замечаешь их. Но такой момент ещё, что читая, ты переносишь себя на главную героиню. Ну правильно. И начинаешь искать такого же человека. Думаешь, вот, ага, может быть у меня в жизни будет так же самое, как и у неё. И тут-то и возникает проблема. Да. Потому что таких не бывает. В принципе, да. Это наша фантазия, это наш вымысел. Александр, а вы в своё время читали какую-то литературу? Либо были фильмы, которые повлияли на ваши отношения с противоположным полом? Нет, у меня были другие интересы. Я, когда учился в институте, я перечитал всю фантастическую литературу, которая была на русском языке, вот, в библиотеке. Поэтому у меня был в другую сторону наклон. Наклон, да, я поняла. Да. Поэтому меня романтические вещи не интересовали до поры до времени. До поры до времени. Меня сейчас интересует. Или вы просто готовились к передаче, посмотрели, почитали, что нужно, заинтересовались? Нет, просто наоборот, знаете, я смотрю сейчас на это всё немножко так со стороны. Вот, и просто обращаю внимание, что действительно сейчас мир находится под таким романтическим давлением. То есть ты слушаешь песни о любви, ты смотришь фильмы о любви. Любовь – это всегда ходовой товар. Всегда ходовой товар. Ужасно, да, когда о любви говорят, как о товаре? Да, ну, мне кажется, что больше на чувствах играет. Вот, эмоция захватила меня эта блондинка, я и куплю эту банку горошка. Пусть я не люблю горошек, но блондинок я люблю, да? Да. И это все прекрасно понимают, опять же, как древняя поговорка «деньги не пахнут». Поэтому о любви, вот о тех отношениях романтических вставляют везде, где нужно и где не нужно. Я для примера хочу привести такой, раз мы о Голливуде говорим, есть такой фильм «Рэмбо-4». Это, ну… О, один из многих «Рэмбо». Да, это боевик в самом его таком виде однозначно. Классическом. Да, в первой секунде стреляет, на третьей секунде взрывает, на десятой там гранатометы. За этот фильм было убито людей больше, чем за все предыдущие «Рэмбо» вместе взятые. Но фильм заканчивается тем, что он стоит у пулемета. Идет эта девушка, смотрит на него, он смотрит на нее, и она уходит к своему мужу, а он остается один. Вот откуда, скажите мне, в боевике вот эта сцена? И сразу думаешь, оказывается, какой глубокий фильм. Оказывается, он тоже кого-то любит. Да, это трагедия, это мелодрама. Тем не менее, они зацепили еще одну прослойку населения, женщин, которые боевиками не интересуются. Но вот любовные отношения их очень интересуют. И вот зачем там эта сцена? Да, потому что, еще раз повторю, любовь – это продаваемый товар. Прицепите любовь к чему угодно, и оно продастся быстрее. Ужасно. Ну, да, это ужасно. Это очень некрасиво. О моде на любовь давайте поговорим, то, что сейчас диктует Голливуд. Насколько это вообще актуально, слово «мода на любовь»? Ну, я думаю, любовь всегда в моде. Любовь – да. Да. Но просто тут другая идея. Вы же понимаете, что Голливуд – это фабрика грез. Они никогда не покажут реально, как оно есть. Это всегда будет что-то вот такое, знаете, товар широкого потребления. То есть это всегда будет товар широкого потребления. То, что хотят видеть, да? Но не находят в реальной жизни. Давайте вот возьмем так, вот кофе, да? Быстро растворимый кофе. Я недавно вычитал, как его делать. Оказывается, технология такая. Берут нормальный кофе, его заваривают. Ну-ка расскажите мне. Потом выпаривают. Гранулируют. Да, а потом уже вот это выпаренные остатки отшкребают. А кофе там есть вообще? Да. Гранулированный кофе – это кофе, по большому счету, который кто-то не выпил, да? И вот оно выпарилось. Но оно теперь, его не надо варить, его не надо заварить. Ужасно. Пребросило, оно сразу растворилось. Но это кофе, который уже когда-то сделали и выпарили. Вот примерно то же самое происходит с голливудской любовью. То есть любовь должен быть товар широкого потребления. Это должен товар быть, который вот так, хоп, съел и все. Как вот эти забегаловки современные. Мне кажется, что эти фильмы нас не учат абсолютно ничему. Потому что когда мы смотрим такое кино, мы в своей жизни тоже хотим такого же. То есть пришел, увидел, быстренько, быстренько и все. Но ведь когда, допустим, у тебя какая-то вещь ломается, та, которая тебе дорога, да? То ты идешь ее и чинишь, ты не выбрасываешь. Чаще всего. Так же самое и с человеком, наверное, должно быть, что если ты любишь человека, если вы поругались, у вас какие-то неприятности сложились в жизни, без этого не бывает, то ты должен чинить это. А в наше время мы привыкли не чинить, а выбрасывать. То есть мы разворачиваемся и уходим от этого человека. Мы не думаем о том, что, может быть, у него сердце разбитое или еще что-то. Этому нас учат Голливуд. Да, в принципе, в Голливуде, в фильмах есть такие моменты. Можно пару слов о продании Голливуда? Пожалуйста. Вот я как раз хотела спросить, а что-то хорошее нам несет Голливуд? И вы мои мысли почувствуете. Дело в том, что… Вот я взял Библию. Дело в том, что, вы знаете, система очень старая, и этот круг замкнутый. Голливуд снимает фильмы, формирует сознание общества, но и общество требует от Голливуда то, что оно бы покупало. То есть, по большому счету, Голливуд снимает то, что люди покупают. Мы сами заказчики, да? Да, мы заказчики. Мы так сидим, все ругаем, а сами кушаем сюда больше. То есть, если бы эти фильмы не смотрели, если бы люди не пользовались этим, мы их бы не снимали. Снимали бы какие-то другие фильмы, глубокие, снимали бы фильмы о каких-то переживаниях. Но снимают же фильмы о войне тоже. Но, тем не менее, там вот как и про Рэмбо, да, чем заканчивается? Да, и я просто хотел бы прочитать, что Библия говорит о любви. Я думаю, это всем известная христианам глава 13. И вот вы видите, какая здесь глубина любви и что предлагает Голливуд. И вы видите, что Голливуд, опять же, предлагает на уровне обывателя. Вот смотрите. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. Любовь никогда не перестаёт, хотя и порочества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся». И вот тут описываются такие качества любви, которые, ещё раз говорю, на уровне обывателя они уже потеряли своё значение. Ну, например, человек говорит, я так люблю свою жену, так люблю, что если она мне изменит, я её убью. Ой, мама дорогая. Не, ну, это не другой факт. Какой доказательство? Да, то есть сильная любовь такая у человека, что если его отвергнут, он убьёт этого человека. То есть меня мой муж не любит, потому что не ревнует. То же самое. Да, вы видите, что в Библии совсем другое понимание любви. И опять же, Голливуд снимает и даёт людям то, что они хотят. И эта яма, она углубляется, потому что заказчик требует, Голливуд даёт, и оно всё продолжается. То есть процесс необратим, правильно? Я думаю, необратим. Я думаю, необратим. В конце концов, Библия прямо говорит, что во многих охладеет любовь. Это признак конца времени. То есть это факт, который Христос сказал две тысячи лет назад, что в конце времени любовь будет остывать. Ну, мы вообще представили, конечно, Голливуд как разрушающего зверя, особенно в контексте прочитанных слов. И мне даже не хочется касаться того аспекта, о котором хотела поговорить, о поклонниках, о кумирах, потому что Библия сама по себе опровергает существование кумиров. Правильно я понимаю? Ну, вы знаете, всё зависит от того, как вопрос поставить. В Библии есть такой великий апостол, как Павел, и говорит, подражайте мне, как я подражаю Христос. То есть если перефразировать, не кумир, а пример для подражания, это уже вполне всё легально. Я могу быть примером для подражания. И берите с меня примеры, подражайте мне. То есть я не вижу именно в том, чтобы подражать человеку сознательно, стараться повторять его разумно, здраво. Я не вижу в этом ничего плохого. Многие христиане смотрят на Христа, стараются подражать Христу. Многие читают Библию, видят эпизоды каких-то библейских героев и стараются повторять их поступки в своей жизни. В этом нет ничего плохого. Плохо, когда человек это делает бездумно, фанатично, не вникая, не делая выбор сам для себя, который на самом деле не видит глубину, а видит вот эту мишуру, вот эти звёздные актёры. По большому счёту, почитайте о их жизни за пределами сценической площади. Большинство из тех, кто поклоняются, уже применю это слово, звёздам Голливуда, искренне влюблён, считают, что их чувство чисто и искренне, они уверены, что это чисто. В этом нет ничего плохого. Вот я действительно люблю его, допустим, какого-то там персонажа, какого-то героя. Они считают, что это любовь, в этом нет ничего плохого. Как таких людей переубедить, которые пишут этим звёздам, смотрят, сидят перед компьютером, перед телевизором только на них, ориентируются на них? А вы пробовали когда-нибудь переубедить человека, который кого-то любит? Да нет, в том-то и дело. И меня пробовали, не получалось. Не получается, вот в том-то и проблема. Я думаю, что можно говорить человеку какую-то информацию, призывать его к каким-то решениям, но решает сам человек. И по большому счёту, самым лучшим методом, много есть методов, когда человек видит реальность того, что это за люди в реальности. Я знаю человека, который, ну не буду говорить, боготворил одного из актёров. До тех пор, пока он попал на одну сценическую площадку с ним, и когда он увидел какой-то актёр-человек в жизни… За кадром, скажем так, да? Да, за кадром. И он увидел разврат, это пьянство. И этот человек был просто в шоке. У него было настолько глубокое разочарование. И вот это, я думаю, лучший, наверное, выход. Может, он не для всех доступен, но человеку надо давать информацию, но выбирает человек всё равно сам. Просто снять эти очки розовые, да? Да, да. И опять же, пусть человек, там, кумир какой-то. Может быть, до определённого возраста нам всем нужны какие-то кумиры, кому надо подражать. Ну, наверное, да. Но я думаю, что надо кумиров выбирать таких, которые лучше тебя и которые действительно соответствуют твоим принципам и могут тебя чем-то хорошему научить. Могут что-то привнести в твою жизнь хорошую. Да, потому что тот, кому мы поклоняемся, мы потом в конце концов в этот образ и преобразуемся. Маш, а вот твои романы, которые ты читала, они каким-то образом сформировали в тебе образ того идеального мужчины, идеального принца, скажем так. Так, сейчас ты придерживаешься этого мнения или всё-таки не ищешь больше Ретта Баттлера или кого-то там ещё? Совсем-совсем или всё-таки какой-то осадочек? Ну, изначально, вообще, в принципе, когда я их читала, то я не задумывалась над тем, что я вот хочу такого-то, такого-то, такого-то человека встретить. Просто иногда искала такие похожие черты характера. Может быть, хоть что-то, но что полностью, вот как этот человек... Ну, то есть до фанатизма у тебя... Не доходило. ...очень хорошо не дошло, да? Я поняла. А сейчас, если не секрет, поделись с нами, какого бы человека хотела рядом видеть? Или ты его уже видишь? Ну, просто расскажи, вот, кто для тебя... Друга. Главное, чтобы это был друг. Да. То есть понимал тебя? Принимал и понимал. Друга, вижу своего друга. А так вот такие качества, там, как благородство, прочее. Это не так важно, да? Когда человек со мной рядом, и он понимает меня и принимает, то у него все эти качества есть. Я поняла. А никогда не страдала такой болезнью, как любовь к знаменитостям? Там, может, в детстве когда-то? Не писала никому письма? Письма не писала, но когда вот маленькая была Титаник, все мы знаем, Пионардо Ди Каприо, Кейт Винслет. Зацепила. Всё там, этот блокнотик, мама, блокнотик хочу, мама, хочу тетрадочку. Титаник с картинкой. Да, 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 вот именно с актерами. И вот так вот, ну, такого прямо не было, чтобы сильно так фанатизм был. Но нравился, нравился. Я думаю, там, иногда даже следила за его жизнью, что у него происходит, там, с кем он там встречается, там, или ещё что-то. Вот было такое, да. Ну, вот хорошее лекарство Александр привёл. Посмотреть в реальной жизни на этого человека, к сожалению, не всем доступно. Сейчас с помощью интернета можно практически человеку домой заглянуть. В принципе, да. Я забыла про самую главную силу нашу интернет, да. Поэтому посмотрите, я как-то интересовался статистикой очень немного в Голливуде семей, которые поженились однажды и живут до конца жизни. То есть, это единицы, их можно на пальцах пересчитать. Но всё-таки я хочу сказать, что даже в Голливуде встречаются такие фильмы, которые прославляют действительно какую-то глубокую любовь. Настоящую, вечную любовь. Да, мы сейчас не делаем рекламу или антирекламу Голливуду, но я хотел бы, чтобы мы… Но мы здраво смотрим на вещи, правильно? Да, чтобы мы искали эту великую любовь в жизни и пытались её понять, потому что на самом деле Библия говорит, что любовь от Бога, настоящая любовь от Бога. И если два человека действительно глубоко любят друг друга, искренне, то это действительно божественная любовь. Это та любовь, которую подарил Бог. И Библия в другом месте говорит, что любовь — это совокупность совершенств. То есть, если человек получил эту божественную любовь, если он любит какого-то человека вот так глубоко, возвышенно, то Библия говорит, что это вершина, это составляющая всех совершенств, которые только могут быть. Это самая вершина. Поэтому, я думаю, в мире можно увидеть эту любовь настоящей в разных примерах. К сожалению, не часто. Не часто именно такую любовь показывают, но она есть. Это божественная любовь. Ну и больше всего, конечно, эта любовь отразилась в том, когда Христос пришёл. Этот мир умер за человечество. Это вершина вообще. Это идеальное, можно сказать, преображение, подтверждение любви. Да, и жертвенная любовь всегда вдохновляет тот же Титаник. Почему он так зацепил от сердца вот эта жертва. Да, да, да. Вот. Ну, у человека, у каждого человека тоска. О любви этой, о тоска, об этой жертве на любви, чтобы кто-то его полюбил. Вот на этом, в принципе, и играют вся эта индустрия. То есть человеку это нужно… Ну, правильно, как Маша сказала, на чувствах больше играют. И предлагают эту нужду удовлетворить. Знаете, как вот есть молоко, есть молоко, содержащий продукт. То есть человек нуждается в любви, а мы тебе предложим… Суррогат. Любви, содержащий продукт. Да. Поэтому настоящая любовь, человек нуждается в настоящей любви, в глубокой любви. Голюбин, к сожалению, не всегда предлагает, точнее, очень редко ему предлагают качественную любовь. Но Библия говорит, что глубина этой любви всё-таки в Боге. То есть настоящее удовлетворение человек найдёт в Боге. Он там научится любить, и он сможет тогда подарить любовь другому человеку, глубокую, настоящую. Ну, слава Богу, что мы сегодня прочитали, какой должна быть истинная настоящая любовь. Хорошо, что у нас есть это определение, этот маячок. Спасибо большое, Александр. Маша, спасибо за историю. Друзья, мы сегодня говорили о любви, о любви по-голливудски, о навязывании стереотипов определённых в отношениях. Если вы тот человек, которому свойственно принимать те или иные стереотипы, прочитанные в книгах или в фильмах, я посоветую вам одну книгу, которая плохого точно вам не подскажет. Вот эта книга. Я думаю, что у вас она тоже есть. Это книга Библии. Смотрите модную книгу и будьте в курсе событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова